Десятичные дроби Итак, ребята, я записала два примера. Внимательно смотрим и вспоминаем, что мы делали. Чтобы смешанное число или обыкновенную дробь, у которой знаменатель кратен десяти, записать в виде десятичной дроби надо. И рассматриваем два случая. Уравнять, если надо, число цифр в числителе и число нулей в знаменателе, приписав нулей перед числителем, что мы сделали в первом, видите, и во втором случае. Так, второе. Записать целую часть. Она может равняться нулю. А у нас два случая. В первом случае целая часть у нас равна нулю, во втором целая часть у нас четырнадцать. Следующее. Поставить запятую, отделяющую целую часть от дробной. И записать числитель дробной части. Внимательно смотрим на эти примеры. Что у нас было? Обыкновенная дробь семь тысячных. Что мы сделали? Уравняли число знаков в числителе и в знаменателе, приписав нули перед числителем, и выделили целую часть. Целых здесь у нас ноль. Ноль целых семь тысячных. Следующее смешанное число. Четырнадцать целых четыреста двадцать три десятитысячных. Уравняли число цифр в числителе и число нулей в знаменателе. И целую часть выделили запятой. Четырнадцать целых четыреста двадцать три десятитысячных. Выполним следующее задание. Нам нужно записать эти смешанные числа в виде десятичной дроби. Так. Запишем. Пять целых семь десятых. Сорок две целых пятьдесят две сотых. Одна целая три сотых. Три целых триста восемьдесят две тысячных. Восемь целых одна тысячная. Семь целых тридцать четыре десяти тысячных. Вспомним разряды десятичных единиц. Смотрим. Нам дана десятичная дробь. И что мы видим? При чтении десятичной дроби. Сначала называют ее целую часть, добавляя слово целых. А затем называют дробную часть, добавляя название последнего разряда. Давайте рассмотрим. Сорок три – это у нас целых. Если бы заканчивалась эта десятичная дробь, семерка, это было бы сорок три целых семь десятых. Если бы последняя цифра была пять, это было бы сорок три целых семьдесят пять сотых. Если бы была бы цифра шесть последняя, то у нас было бы сорок три целых семьсот пятьдесят шесть тысячных. А мы видим, что наша дробь заканчивается цифрой девять. Это у нас сорок три целых семь тысяч пятьсот шестьдесят девять десяти тысячных. Так, выполним следующее задание. Надо записать в виде обыкновенной дроби эти десятичные дроби. Приступим. Мы видим, что первая дробь – одна целая восемь десятых. Но мы с вами говорили, что если дробь сократимая, то обязательно сокращаем. Мы видим, что восемь десятых можно сократить на два. И у нас получится одна целая четыре пятых. А следующие, ребята, дроби давайте мы сразу будем писать в сокращенном виде. Шесть тысяч пятьдесят шесть тысячных запишем в виде обыкновенной дроби. И мы видим, что эту дробь можно сократить на восемь. И получается шесть целых семь сто двадцать пятых. Следующие – ноль целых четыре сотых. Запишем в виде обыкновенной дроби. Это будет четыре сотых. И проведя сокращение на четыре, у нас получится дробь одна двадцать пятая. Следующие – ноль целых семьдесят пять сотых. Мы видим, что сокращение есть. Сократим на 25, и получится обыкновенная дробь 3 четвертых. 2,25 – это будет 2,14 после сокращения. И следующая дробь – 33,001. Так и запишем – 33,001. Итак, ребята, вспомним, как мы сравнивали десятичные дроби. А у нас было несколько случаев. Вот давайте посмотрим первый пример. 5,4 и 4,98542 в 100 тысячных. Первое, что мы говорили, сравниваем целые части. А мы видим, что 5 целых больше, чем 4 целых. Поэтому десятичная дробь 5,4 больше, чем 4,98542 в 100 тысячных. Следующий пример тоже. 10,310, конечно же, меньше, чем 17,999, так как целые части у них разные. Сравниваем следующую. 9,4 и 9,6. Что мы видим? Целые части у них равны. Сравниваем их дробные части. И, конечно же, 9,6 больше, чем 9,4. Так, если надо будет сравнить 0,1 и 0,65 тысячных. Что мы для этого делали? Для сравнения дробной части надо сначала уравнять количество цифр после запятой, приписав нужное количество нулей к одной из дроби. И мы видим 0,1 больше, чем 0,65 тысячных. Так, следующее. 185,486 надо сравнить с десятичной дробью 185,5. Что мы сделали? Мы уравняли число знаков после запятой, приписав нужное количество нулей и сравнили. И мы видим, что дробь 185,486 меньше, чем 185,5. Вспомним, ребята, правила сложения и вычитания десятичных дробей. Так, чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, надо первое, уравнять в этих дробях количество знаков после запятой. Второе, записать их в столбик так, чтобы запятая была записана под запятой. Третье, выполнить сложение или вычитание, не обращая внимания на запятую. И четвертое, ребята, поставить в ответе запятую под запятой. Так, и у нас даны три примера. 3,44 надо сложить с числом 7,28. Что мы видим? Здесь уравнивать нам не нужно. Пишем запятая под запятой. Сложили эти числа и в ответе записали запятую под запятой. Следующее, 3,5 надо сложить с десятичной дробью 12,74. Так, и ребята, вы видите, я эту запись оставила, а вы могли бы сделать по-другому. У нас есть переместительный закон сложения. Конечно, нам удобнее было бы 12,74 прибавить 3,5. Но прежде чем прибавить, конечно же, уравняем число знаков после запятой. И при сложении в полученной сумме ставим запятую под запятой. И у нас получилось 16,24. Следующий пример у нас 24,7. Из этого числа или из этой десятичной дроби надо вычесть 6,835. А для этого, конечно, сначала уравняем число знаков после запятой. Уравняли. Записали так, чтобы запятая была под запятой. Нашли значение этой разности и в ответе запятую поставили под запятой. И получилось у нас 17,865. Вспомним следующее правило. Умножение десятичной дроби на натуральное число. Так, смотрим на примеры и вспоминаем правило. Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо первое. Умножить дробь на число, не обращая внимания на запятую. И второе, ребята, в полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, сколько их после запятой в дроби. Мы видим первый пример. 1,83 при умножении на 4. Получается число 732. И мы отделяем справа. Две цифры получаются 7,32. Рассмотрим следующий пример. 0,231 надо умножить на 45. Что мы делаем? Не обращая внимания на запятую, перемножим. Получили число 10395. А теперь в полученном произведении, ребята, выделяем справа запятой столько знаков, сколько их стоит у дроби. То есть 10,395. Ребята, вспомним правило умножения десятичных дроби. И рассмотрим данные примеры. Вспоминаем, какое правило у нас было. Чтобы десятичную дробь умножить на десятичную, надо первое, выполнить умножение, не обращая внимания на запятую. Второе, в полученном произведении отделить запятой столько цифр справа. Обратите внимание, сколько их стоит после запятой в обоих множителей вместе. Рассмотрим первый пример. 2,45 умножаем на 4,6. При умножении, не обращая внимания на запятую, перемножили, получили число 11270. Так, а теперь подсчитываем, сколько знаков после запятой. В первой дроби у нас два знака, во второй один. Значит, нам надо делить три знака справа запятой. Получается 11,27. Так, следующее. Внимательно посмотрите на следующий пример. 0,24 надо умножить на 7,6. Для этого снова, не обращая внимания на запятую, перемножаем. И в полученном произведении выделяем запятой столько знаков, сколько стоит в обоих множителях вместе. Мы видим, что в первой дроби один знак, а во второй шесть знаков. Значит, нам нужно выделить семь знаков после запятой. И получается 0,1824 десятимиллионных. Вот такое число, ребята. Вспомним правило деления десятичных дроби. Ну, давайте сначала вспомним правило деления десятичной дроби на натуральное число. Так, первое, что мы делаем. Надо разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую. И второе, ребята, поставить в частном запятую тогда, когда закончится деление целой части. Так, это деление десятичной дроби, ребята, на натуральное число. Ну, а теперь вспомним деление десятичной дроби на десятичную дробь. Что мы делали? Внимательно посмотрите на наш пример. Нам нужно 12,96 разделить на 2,24. А для этого что мы делаем? В делимом и в делителе надо перенести запятую на столько цифр, сколько их после запятой делители. И получается 1209,6 надо разделить на 224. Ну, и разделить десятичную дробь на натуральное число. А только что это правило мы говорили. А для этого что мы делаем? Не обращая внимания на запятую, разделили и поставили запятую тогда, когда заканчивается деление целой части. Итак, ребята, надо вставить запятую так, чтобы равенство стало верным. А мы с вами вспомнили сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Так, пока я все это озвучила, наверное, многие уже знают ответ. Так, ну давайте сначала первое рассуждаем вместе. 32 плюс 1,8 равно 5. Что нужно сделать, чтобы это равенство было верным? Конечно же, надо десятичную дробь 3,2 прибавить 1,8. И тогда у нас ответ будет верный. Будет равно 5. И аналогично, ребята, делаем следующее. Проверяем. И что мы видим? 7,36, конечно, надо отнять 3,36. 63 целых надо отнять 2,7. Тогда, конечно, у нас получится 60,3. В следующем примере 3 целых, конечно же, нам нужно прибавить 1,08. Тогда мы получим 4,08. В следующем примере, чтобы произведение получилось 60, надо 1,2 умножить на 50. Так, и смотрим. Чтобы в частном получился ответ 0,1, конечно, надо 4,4 разделить на 44. И мы это с легкостью сделали, потому что вспомнили все правила на сложение, вычитание, умножение десятичных дробей. На этом наш урок закончен. Мы сегодня повторили десятичные дроби и действия над ними. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok